Сегодня в программе государственной итоговой аттестации первый обязательный предмет – математика. В форме тестов его школьники сдают с 2004 года. Перед тем, как сесть за парты, девятиклассники волнуются не меньше, чем сдающие в эти дни ЕГЭ выпускники. Очень волнительное такое состояние, очень переживаем. Ну, мы готовились в год, надеемся на хорошие результаты. Мне кажется, в форме тестов легче сдавать. А в форме тестов, если не согласна, действительно легче сдавать, потому что, ну, а ты можешь сдать и выбрать наугад. Готовились с начала года, немного волнуемся, надеемся на хороший результат. Я решила тест, мы всем классом готовились, по тестам, которые нам советовала учительница. Мы теорию повторяли, ну, все делали. Как при сдаче ЕГЭ, здесь тоже все строго, начиная от входа в школу, заканчивая дисциплиной в учебных классах. Никаких посторонних предметов и шпаргалок, только шариковая ручка. Результаты ГИА будут рассматриваться при зачислении в 10 класс и при поступлении в профучилище и колледже. А еще сдача экзаменов в форме тестов поможет школьникам подготовиться к предстоящему ЕГЭ. 29 мая и 5 июня девятиклассники будут сдавать предметы по выбору. А 3 числа напишут обязательные тесты по русскому языку. И еще до конца июня запланированы резервные дни для сдачи экзаменов. Продолжение следует...